Мы хотели бы, чтобы вы были свободны от влияния вашей наследственности, за исключением физиологических аспектов. Если вы отрисвляетесь со своей генетической памятью, вы просто станете повторением жизни своих родителей. В вас заложено определенное программное обеспечение, и пока вы не создадите с ним дистанцию, в вашей жизни не произойдет ничего нового. Потенциал, заложенный в человеке, заключается в следующем. Как я упоминал ранее, в каждом существе заложено определенное количество осознанности. Но того, что в них заложено, недостаточно для того, чтобы осознавать свою осознанность, чтобы существовала возможность увеличивать ее. Другие существа тоже обладают осознанностью, но они не способны расширять ее. Причина того, что человек может ощущать себя в ловушке своих ограничений, лишь в том, что люди слишком отрисвляются со своей памятью. Поэтому первый шаг в йоге — всегда отрисвление со своим невежеством и никогда со своими знаниями. Потому что не имеет значения, насколько обширны ваши знания. Во Вселенной они лишь песчинка. Но наше невежество безграничное. Да, это так. Поэтому, чтобы реализовать максимум своих способностей, в первую очередь, необходимо перестать отождествлять себя со своими знаниями. То есть не отождествлять себя с накопленной вами памятью. На поверхностном уровне накопленная память — это знания, которые вы приобрели. Но на более глубоких уровнях — это ваша генетика, эволюционная память, все это различные измерения памяти. Поэтому одна важная вещь, которую мы делаем, и это может быть очень интересно для исследования, докторам вроде вас. Мы проводим определенную работу с людьми, чтобы, насколько это возможно, они освободились от своей генетической памяти. За исключением физиологических аспектов, мы хотели бы, чтобы вы были освобождены от влияния наследственности. Такова наша цель. Все восточные культуры были сосредоточены на этой цели. Но сейчас все пошло к ворком, и эти знания стали забыты. Люди забыли про это. Но мы всегда заинтересованы в том, чтобы создать дистанцию между собой и генетической памятью. Потому что мы знаем, что если вы отождествляете себя со своей генетической памятью, вы просто станете повторением жизни своих родителей. Вы не будете новой жизнью. Если вы хотите быть истинно новой возможностью, вам необходимо создать дистанцию. Есть много разновидностей процессов, с помощью которых мы отдаляем себя от генетической памяти. Вы должны это видеть. Просто невероятные перемены. За 24 часа. Человек полностью изменяется. Его мысли, чувства, как он понимает и воспринимает жизнь. У некоторых людей изменяются даже черты лица. Неожиданно через 24 часа люди начинают выглядеть по-другому. Происходят настолько радикальные изменения. А как же вы это делаете? Как и он, я тоже отсоединяюсь. Я преследую другую цель, но в некотором роде это отчуждение от генетической памяти. Чтобы ваша функциональность не была ограничена вашей генетикой. Чтобы вы не становились копией родителей, которые дали вам жизнь. Да, они подарили вам тело. Они взращивали вас до определенного момента. На этом их часть работы завершена. Теперь ваша ответственность — стать совершенно новой возможностью в жизни. Но этого не происходит в жизни. Вы увидите, когда кому-то 16 или 18 лет, они полны бунтарского духа. Но посмотрите на тех же людей, когда им 45. Они ведут себя в точности, как их родители. Они ходят, сидят, разговаривают, как свои родители. Все это возвращается к ним. Потому что генетическая память побеждает. Как только изначально вдохновение и энтузиазм юности начинают убывать, вы увидите, что вы начинаете вести себя в точности, как ваши родители. Потому что генетическая память берет вверх. Поэтому, если вы стремитесь стать более осознанными, важно дистанцироваться от своей генетической памяти. Если этого не сделать, то силы этой памяти — они что-то незначительное. Говоря простым языком, в современном мире это легко объяснить. Она является вашим программным обеспечением. То, что вы видите на экране своего компьютера, определяется не маркой его производителя, а программным обеспечением. Функционал компьютера зависит от программного обеспечения. Так что ваша память — это программа. В вас заложена определенная программа. И пока вы не отдалитесь от нее, ничего нового не произойдет. Как бы вы ни старались, будет повторяться одно и то же. Снова и снова будет повторяться одно и то же. Когда происходит одно и то же. Постепенно. И это неосознанный процесс. Но это случилось практически 98% населения. Если бы мы увидели вас, когда вам было 5-6 лет, у вас было вот такое лицо. Чтобы сделать вас несчастными, нужно было выколоть вас булавкой. Сейчас же кому-то надо делать вас счастливыми. Непростая задача. Потому что насыщенность жизни потускнела из-за повторяемости вашей памяти. Происходит одно и то же. Возможно, вы этого не осознаете. Но происходит одно и то же. Когда внутри вас происходит одно и то же, постепенно вы теряете всю свою живость. Только если случается что-то новое. Сейчас люди думают, что новое — это влюбиться или найти новую работу. Нет. Что-то новое должно случиться внутри вас. В самой механике вашего существа. Если все время будет происходить что-то новое, вы будете светиться энтузиазмом. Иначе, даже не зная почему, вы заметите, что ваше лицо постепенно станет смертельно серьезным. Если ваше лицо стало смертельно серьезным, значит, вы практикуете последнюю позу. Как вы будете лежать в могиле? Вот что это значит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok